Удивительный человек Вот, но его деятельность была связана с Крымом И, минуточку, где тут Херсон упоминается А, Херсонской губернии Ну, на этом наши общие кончились Начинаются разногласия такие, и жизненные Это его скромный домик Вот это мой дворец, коттедж Опилки, обитые досками И обшиты сайтингом Вот, это и есть моя резиденция Вот, но сейчас вы поймете, о чем речь идет Я сейчас коротенько Есть, как бы назовем Вот это и есть классический садоводство Он один из толпов До сих пор никто, нигде Ни в малейшем степени не оспорил ничего Из его книг, из его этих приемов, агроприемов Вот, он ничего не забыл Что такое дичок, по двое Ладно Дело в том, что Я сам, когда рассказывал о прививках В книгах, в своих статьях В этих фильмах Я всегда несколько пальцев загибал Так А тут вот, что получается Прямого Я все искал прямую ссылку Где Написано о том, что мы можем С помощью прививок добиться 40 и 50 градусной У привоя Морозостойкости Вот, я бы, может быть Я еще думал, надо ли вам это или не надо Дело в том, что здесь прекрасно изложена техника Это на 50 журнал, которым Командует мой друг Главный редактор Ребрик, Москва Это журнал на 50 Очень добротно Слов нет Ну, естественно, что С тех пор И до сих пор Эти же самые Или точно такие же способы Упоминались тысячекратно В статьях, книгах Стоит его рассказывать Я скажу самое главное Пока Есть самое главное для меня Железово Вот Смотрите Сейчас вы поймете Насколько все принципиально Привое дерево Мы ускоряем начало Плодношения на несколько лет Это он пишет Даже один и тот же сот Привытый сам на себя Скорее дает плоды Но он не расшифровал, что Вы знаете, почему Даже сам сорт Привитый на себя Быстрее дает плоды Калека Уже 100% у него будет Что у него будет Короче, век Больше болезней Больше борьбы С всякой нечистью С листогрязущим Насекомым С лёй С паршой Вот это К сожалению Это Просто он не расшифровал Я за него расшифрую Потому что тогда Об этом никто даже не догадался Много придумали Способов приближать Плодношения Не понимая, что надо Отодвигать Вернее, не мешать дереву Пройти детство Вот один из способов Привитый сам на себя А вот теперь А вот теперь самое главное О чём мы говорили Последний раз На вебинаре О том, что Она всё читать не будет Поэтому я могу Хотя бы по имени назвать Лариса Андреевна Ой, не назвала Перед этим Наталья Андреевна Тогда заговаривай Лариса Андреевна Вот Назвала меня Небезызвестный Садовод Фамилию назвать Она не смогла Это Это надо С себя пересилить Чтобы назвать Фамилию Железов А вот этот У него Радникам Его фамилия Он Сотрудник Он кандидат наук Он Работает В Тимирязевке И вот что интересно Вдруг Это очень важно Потому что Он написал Что уже известный А не Небезызвестный Это две большие разницы Небезызвестный Значит Проходимец Вот Известный Садовод Железов И что самое главное Что Судя по публикациям Вестники Сегодня придерживается Известный Садовод Железов Радникам Стал положительно Неверным Вот Качественных доказательств Он переводил Пример дерева На которое Привито Несколько сортов Сохраняя Свои сортовые Особенности Питаясь От одной Корневой системы Значит Получается так У него Никаких изменений Он не заметил В Крыму Там тепло Чтобы заметить Изменения Им надо Тогда было Ехать В качестве А как он В Сибирь Мог попасть Только Ссылку Много Тут было Народу Побывало Ссылки Дворян тоже Ну вот Не угоразило Попасть Поэтому Он и считает Что Привил Ну и Дальше Вспоминаем На что Советуются Литературы Я не знаю Он лично Это надо Всего прочитать Полностью Нартован На качество Стоило Привать Конечно Сам не Молод Раньше А где Морозостойкость А что Какая бы ни была Морозостойкая Боровинка Или белая Нарю Все равно Это не та Это вам не Сибирка Вот Вот так Получается На второй год Это самое Годится Идет рост Я не могу Без предыстории Был с этой верхушки Три поколения Начиная Первый размер Был Заметь Верхушку Размер яблочек Был не такой И он мне сказал Это Демирчан Это лучшее творение Это самое Садоводов Армении А я был 90-х годов Вот там После Как оно После После Землетрясения В 90-м году Тяжкое время Такое Вот Но тем не менее Это когда я там был А раздобыть удалось В аэропорту И вот значит Размер яблок был Сейчас поймете К чему я С голубиной яйца Это было жутко Вот Веточку Кое-как отобрал Россия отказывалась Следующий был Размер Сранетку Потом дал Хороший побег Я отдал Адольфу Александровичу Бельтяевску Сказал Все Когда мне было Этим заниматься Господи Вот Я сдуру занимался Этим самым Садом на острове Который потом Сожгли Ни секунды времени Ни секунды Вот Ну у него получилось В конце концов Но это уже Другая история Она Относится как раз Вот Уже к богоискательству К мирозданию Потом Вернемся Когда-то С вас Человек 20 Все-таки Меня выслушают Это очень важно Потому что Это переворот науки Переворот сознания Второй случай Опять Только уже В самолете Саженцы Везет Прямо в этом В салоне Вот Откуда Средняя Азия Как сорт называется А черт знает Говорит Плоды Говорит Это В банку Не влазит Слива А я верю Я в Норильске Такие сливы Снабженцы Завозили Их укусить Невозможно Елозишь Елозишь Зубами Огромные Небольшие Нет Огромные Наверное Вот с эти яблоки Как раз И вот эти сливы Он везет Опять Уговорил Ну естественно Верхушку Так Он уже Со злости Отломал На Отломал Да Если Эту верхушку Я привил Если Вы видели Расти Отказывался Как яблони Бесполезно Я вырастил Не вот такие Вот Размеры Плоды Сливы Они были Не с гороха Нет Ну с голубиной яйца Это так Ну с мелкую монету Вот И дальше Я и не пытался Я потом знал Что можно вернуть К ним Но это уже Мироздание Это возвращение Кистоком Вот Возвращение В Эдем Это потом Когда нибудь Целый фильм Сделаю Хотя знаю Что зря бьюсь Это же мировое Открытие Вот То есть Возвращаем Мы В прошлый раз Я сказал Так Мелько Знаете Это самое страшное Когда все это Будет украдено Все мои мысли Все мои Практика Ну то есть Привили Что такое верхушка Ну понятно Ладно А что такое Несколько поколений Мельче 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 Плоды Два Три поколения На дереве И все Возвращаются Не просто Плоды А огромные Плоды Такие Какие были Изначально Это моя Философия Нас не было Плоды были Вот Дичали условия Мельчали плоды Что нужно Дерево 100 мелких Плодов Или 10 крупных Чтобы продлить Рот Ну и все Потом Это все Постепенно Становится Для них Если они Гены инженери Это привычка Ну поняли Да А вот это Вот Мои дети Я не оговорился Я такой Старый А это Мои настоящие Дети Я их Красный Отец Я Почему Фотографию Выбрал Вот это Вот Вот Сохранить бы Вот это Удивление К церкви К религии Потому что Еще раз говорю Все намного Страшнее Вот Людей делают Скотов И уже Со школы Начинаю Я пока Двух словах Я эту тему Не оставлю Я много Об этом говорил Естественно Реакция ноль Сейчас У нас нет Сейчас селекции Людей Селекции Министров Те от кого Что-то зависит Вот Видите Ледяные узоры Видите А почему Он Похож на Папород А А это Видите Ледяные узоры А это Ничего не напоминает Вот Если даже Вам не буду Говорить Свою Мировое Открытие Только Просто Будьте Внимательны Еще Листьев Нет Нету Листьев Они будут Что Вперед Появилось Ну-ка А А это Что Вперед Появилось Ведь это же Конденсат Вода А это Здорово Да Мне одной Фотографии Достаточно Чтобы сделать Мировое Открытие Это Латинко Читаем Вода Замерзла Из скважины Вот Что Внутри В воде Находится Так Вот Ладно Откроем Мировое Открытие Вы Еще Не Все Уснули Мировое Открытие Звучит Так В воде Находятся Силовые Каркасы В скобках Лекала Вот И нет Никаких Этих Самых Других Вариантов Кроме Как Встраивание В них Молекул Всевозможных И там Где их Хватает Вот Там Появляется Вот Это Вот Самое А У меня Таких Фотографий Много Вот Откуда Все Берется А Не Слипанием От Этого Все Дальше Зависит Ладно Я Просто Приоткрыл Вам Окажется Вот Что Это Все Надо Знать Надо Понимать Вот И Перестраивать Школу Чтобы Дебила Не Растили Вот Эту Вот Книгу Мне Подарили А Мне Оказался Вкладыш Орденская Книжка Мичурина Иван Владимирович Ну Я Взял Тут Ну Мы Тоже С Невы Камшиты Вот Это Мой Орден Вот Моя Фамилия Так Для Чего Оно Здесь Сказать А То Что Я Могу На Равных Разговаривать Дарвин Пришел К Выводу Что Сорта Самопылителя В Практике Благодаря Самопылению Не Выдержат Длительные Культуры Они Ухудшаются Вырождаются Ну И Че А Дальше Что А Дальше Релизу Садите Это Самое Я Раскрыл Секрет Почему Они Самые Опыляемые Конечно Супруга Нету Но Сперва Дерево Запоминайте Ждет Супруга Пусть И не Привык И Говорю Но Это Не Менее Важно У Этих Открытий День По Десятку Так Вот Персик Например Вернул Я Раза Увеличивая Размер Теплица Условия Изменились Вот Пожалуйста Мои Малюхонькие Плоды У меня Шаламай Умеличил Втрое Так Вот Видели Этот Вебинар Да Пестик Готов Тычинка Не Готова Причем Я Этого Не знаю Или Тычинка Готова Персик Не Готов Именно Допустим У персика А он Самый Плодный Ура Мне Говорят Можно Это Самое Мы Один Посадим Будет Плодоносец Да Самоплодный Садите Но Лучше Две Лучше Три Тут Нерго Считают Что Я Халтурщик Нет Что Я Хитрый А Ну Раз Самоплодный Мне Одного Хватит Вот Он Видит Фотографии Там Помните Мои Фотографии Там Есть Фотографии Где По Тысячи Персиков Но Мелких 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 Даже За это Мордой Вот И Получается Но Если Будет Супруг Рядом Другой Персик Если Садите Будет Это Самое Пульсой Одного И Персиком Другого То Сперва Произойдет Зачатие С соседом И Только Когда Сосед Допустим Подмешь Его Просто Нет Вот Тогда Будет Самоплодность Которая Что Это Мой Родной Дарвин Как Я Уважаю Но Он Тоже Не Прав Кстати Доберусь Я До Дарвина Так Вот Ухудшается Вырождается Вот Так А теперь Вспоминаем Какой Я Получил Персик Помним От Этого Самого Истезой От Учительницы Пенсионерки Полузамерзший Видели Фотографию Да Он Фактически Выродившийся А Потом У меня Увеличился Персики Мы проходили Помните Увеличился 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 И попав На сахарин В теплицу А я же Их не балую Еще и Утроился По размеру По весу Вот так Друзья Вот Так что К этому С одной стороны Надо изучать А другой стороны Надо иметь Еще и Свои мозги Самоплотность Правильно Ухудшается Не держите По одному Саженцу Вот и все Тут много Про прививки Дойдем Так вот Смотрите Я Это еще Надеюсь Вот Дальше буду пропускать Ладно Вот это Дело в чем То что мы сейчас Говорили Про самоплотность Про деградацию Вот Вот здесь Я должен Вдруг я завтра Помуру Я должен прокукарекать Абсолютно Противоположное Мнение У меня Сложилось И оно Более перспективное Оно дает Такие шансы Вот И еще вспомните Письмо Которое Отчасти напечатал Латинкова Вот Которое Работает на эту Жемельницу Нам дает Такие шансы Не только нам С Латинковым Вот Такие шансы А есть что Это Мичурин Таким путем Многие из Первобытных Видов организмов Бывших То земных Совершенно Исчезли С отца Земли А другие Если уцелили То настолько Изменились Что их Очень трудно Признать Прежнюю форму Нормально А кстати Сейчас даже Современные Говорят Ученые Антоновых Больше нет А Назарбаев Кинул клич Якобы Якобы Кинул клич Ищите Апорт Алматинский Исчез 20 апортов Все разные Я сам Уже Три Знаю Вида А Четвертый Я сам Создал А че Вот В силу Этого И большинство Наших Садовых Растений Прежних Сортов Уже Пережило Те Благоприятные Условия Среды Вспомните Про рай При которых Они образовались Только что Он не имел Ввиду рай И теперь Они уже Не могут Дать тебе Присущее Преимущество Ну это ладно Это не да Не нет Здесь наконец Последняя Краеугольная Фраза Они так сказать Отжили Свой век И их Необходимо Заменить Новыми Молодыми Сортами Создавшимися При условиях Среды Последнего Текущего Времени Отвечают Своим Качеством Так вот Когда Я вам говорю Мичурин Работяга Талант Гений Наблюдательный Вот Примерно в 10 раз Более Трудолюбивый Чем я Потому что я старался Как можно меньше делать А он Как можно больше Вот И все Его качества Привели к тому Что он Считает Что он создал Новые сорта Они Были Вот то что Написал Отжили свой век Необходимо заменить Но Возьмите Любой Что жили свой век Дайте мне Я за 3 поколения Верну Ту самую молодость Которые были Чуть ли не современные Это библейские Вот Вот это Принципиальная разница Все Что сейчас создают Уже было Вот И если я раньше говорил Мы делаем прививки У нас же Вебинар по прививкам Если я раньше говорил Что мы делаем прививки Запятая Там Приближаем Сорплодное решение Испытываем Множество сортов Значит Это самое Сохраняем Качества Сортовые Теперь я говорю Улучшаем Сортовые качества Ну что Будем прививками заниматься Вот такая у меня речь На час 20 минут Вот И вот здесь Самое страшное Что здесь Это Статью За него писали То есть Это как бы сказать Это другой академик Презент Написал статью про Мичурина Творческий дарвинизм Вот это слово Дарвинизм Страшное Оно Оно И заставило держать Все это В тех самых рамках Потому что Время такое было Творческий дарвинизм Лавочку Закрывайте рот И идите спать Валерий Константинович Дело в том Что дальше Пример Пример страшный У него 28 лет Он считает Погублено Он поверил Грелю Он так же Как я И там Латинков Да и вообще До сих пор Занимается Прививками Только уже Никто не ставит Цель повышения Морозостойкости Вот Я в этом убедился Потому что Сычев Александр Иванович Со мной Дискутировал На Газете Фазенда А он Супер специалист Последняя фраза Его Все равно Займитесь Семенами Вы молодец Займитесь Семенами Вот Раз Доктор наук Это Это самое Новосибирское Восхнил По мере не называют Среагировал На мою статью В Новосибирской Газете Вот И то же самое Только Косточки Ой Греть слабо Только Косточки Вот Прививка Видите И вот Мичурин 28 лет Он считает Что ему Я потом Сами прочу Коту Под хвост Бесполезно Все погибло Вот Я бы Припомнил бы Ему То что Кроме Вот эти Он часто Теорию вспоминает Там Много О нем вспоминает Именно как Вот Это самое Что именно Творческий дарвинизм Без творческого дарвинизма Надо было Отказаться От тех приемов Которые В тех книгах То и были Вот Вот Я имею ввиду Шредер Начиная С него Все Набор Этот Самый Вот Все Это Удаляло Отдаляло Отдаляло И смазывала Картина Массовая Гибель Ведь у Мечерина Погибло Весь Первый Урожай С абрикосами Вот А я не знаю Книги этого нет На какой глубину Он закапывал А если так Как учат Лариса Андреевна И уже после моей критики Все равно стоит на своем Вот А это тоже Ну а дальше То что Он занимался Виклиотерной гибридизацией Я занимался У него все Получалось Ну как то так Я вам что Только один пример Назову Стоит ли это Смотрите Я Хорошо понимаю Еще немного дальше Про Уже в прямом смысле Говорить будем А больше завтра Еще В следующей субботы Поговорим Я понимаю Ваулина Он Заказал мне На правах Этакого Неофициального сотрудника Дал мне документ Прислал Вот И он Единственное условие Поставил Собери ему Уникальную коллекцию Я собрал честно Первая посылка С моего сада Вторая из чужого Ой Из чужих садов И вот И вот значит Там было Жесткое условие Непривитых Вот А он Дело в том Что Мичелин не в части А он Директор института Я ему говорю По телефону Александр Юрьевич А как бы мне это Получается Что Ну как то Что вы вроде бы На стороне Мичурина Да я уважаю Мичурина И вот это вот требование Оно как раз Мичуринское Смотрите Взяли вы плод А в нем косточка А плод крупный А вы Семечку Косточку посадили А получили Как он говорит Дурными Слово применил Дурными свойствами Скобка Дичок Вот это слова Мичурина Да Причем у него есть Все И даже 95% 95% Это все равно Что все Вот А в чем секрет Как так Плод был крупный А он В свою очередь Был привит на дичок И дичок Оказывается Это А я-то Согласен В какой-то степени Проеблони А многие из них Имеют Предках Это же самое Пусть через какое-то Через третье колено Но сибирки Многие Или чисто дикари Имеют ноги По двое Согласен А вот Что касается Косточки Я не согласен И буду стоять На своем Нужно те Кто сейчас у меня Несколько Два-три года Выписывают Последние Роскоши Огромные косточки Видели какие Косточки Сто-граммовых Этих 90-сто-граммовых Фаин Королевских Этих Академиков И что Выросит А этот Манчжуриц На которые Не привиты Ни за что Но Любое Перемещение Более жесткое Условие Дерево Не дичает Приспосабливается Включая Резервные Свои Эти Не гены А наборы генов Вот это я хотел сказать Так что мы можем Заниматься И Косточковым размножением Семечковым Можем и прививать Прививки Если преодолеть Биологическую Несовместимость Это 2-3-4 поколения Дают Такую Возможность Это что Вот берите И это Самое Как На поток И у вас будет Самый лучший сад Чудритый сад Самарская область Отец Алексий Которого я Гордо называю Своим другом Вот Потому что Я верующий человек И тем более То есть Двойне другом И садовод И он садовод Видите Здорово Но к чему это Сейчас поймете Дело в том Что я не удержался Когда говорят Про Дарвина Я пытаюсь понять А это очень важно Если по Дарвину Все должно дичать 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 А мы Люди Типа Мичурина Про него писал Академик-президент А у него еще было Много юбилейных О нем этих То есть Он и менял природу Вот уже загубленный сорт А он взял Новый создал Скрестив И даже Есть такое понятие Прививки То есть Он еще прививал Дополнительно Задуманно им Заранее прививал Сорта С целью Он это называл Насыщение ментора У меня наслоение Он называл Насыщение ментора Вот Я вот для чего Вот это сделал Потому что Я пытаюсь Ночами Я готовился Не к этой А более серьезной Фильму Я его все равно Создам Я пытался Представить Меня учили Дарвинизму Прыгает там Какой-то Может мышка Да Вот такой Зверек И ловит Щелкает Это Щелкает Зубами Вот И пытается Поймать Эту Мошку И не может Поймать Тогда он берет Задними лапами Отталкивается А передними Вроде как Змахивает И как бы Чуть-чуть На миллиметр Выше И поймал Мошку То есть У него Чуть-чуть Крепче Задние ноги И чуть-чуть Якобы Приливает Кровь Передним Лапкам И они Чуть-чуть Становятся Незаметно Похожи На крылья И проходит Время И из этих Самых Которые Ползали на земле Вдруг Птицы Полетели Ну согласен Реально Попробовал Я представить Как Этот паук Первый Паучок Появился На земле Вот И как Поколение За поколением Паутина Становилась Все больше Изощренней Смотрите Попробуйте Ну-ка Ага С вашими Мозгами Которая Миллион раз Крупнее Чем паука Вот И вы поймете Где кончается Дарвин И начинается Творчество Это геноинженерия Творчество 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 Творчество